Утро в Петербурге продолжается, на очереди немного тревожное, по крайней мере для нас, журналистов, для пишущей братья информация. Нейросеть научили писать тексты и оценивать информационный контент. Вот как скоро машина сможет полностью взять на себя подготовку текстов, ну, например, для нашего эфира. Мы это сейчас выясним. Друзья, у нас в гостях доктор педагогических наук, директор Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Анна Владимировна Рубцова. Анна Владимировна, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Итак, разработан сервис Политекст. Какие функции он может выполнять на сегодняшний день? Ну, я хочу отметить, что наш сервис, он разработан с целью оценки сложности восприятия электронного мультимодального медиатекста. Поэтому с помощью нашего сервиса мы можем оценить, насколько текст сложен для восприятия читателя с точки зрения, например, его языковых характеристик. Это могут быть морфологические, синтаксические, грамматические характеристики. Например, насколько нам нужно увеличить или сократить длину предложения. Или какие слова мы используем в тексте, сложные или, наоборот, слишком легкие для восприятия. То есть в процессе использования нашего текста мы получаем конкретные рекомендации, что нам нужно сделать для того, чтобы улучшить восприятие текста, для того, чтобы читатель лучше понимал смысл текста. То есть, грубо говоря, мама поехала на дачу в четверг, а вот тебе агрегатную машину может просто сократить. Мама поехала на дачу, в четверг, к примеру, уберет, подумав, что это лишнее. Да, существуют такие технологии, но вот что касается конкретно нашего сервиса, то мы работаем прежде всего с медиатекстами. То есть это новостные тексты. Хотя существуют, конечно, разработки в области и других жанров текста. А вы знаете, что сервис будет анализировать даже иллюстрации каким образом? Да, я поясню. Так как наш сервис анализирует мультимодальные тексты, то вот этот термин «мультимодальность», он в себя включает не только лингвистические характеристики текста, но и шрифт, цвет текста, абзац, поля, и в том числе и те иллюстрации, которые мы прилагаем к новостным текстам. Это могут быть картинки, фотографии. Сервис анализирует текст не с точки зрения наполнения этой картинки, содержания, а с точки зрения того, каким образом эта картинка влияет на восприятие смысла текста. То есть, грубо говоря, теперь вот машина будет говорить таким журналистам, которые иногда хулиганят, пишут текст про одно, а картинку ставят специально очень нестрашно или неприятно, чтобы привлечь внимание. И машина теперь скажет «нет, нет, нет, нет». Да, совершенно верно. Машина даст конкретную оценку. У нас пятибалльная шкала существует. Мы разработали специальную классовую шкалу оценки текстов и конкретные рекомендации. Ну, с анализом текста приблизительно понятно. А как все-таки, может быть, это планы на будущее, как сможет работать процесс написания текстов? Это в любом случае планы на будущее. Я хочу сказать, что на сегодняшний день, ну, так скажем, в мировой практике, только очень крупные, несколько буквально IT-компаний занимаются автоматизированной подготовкой текста. Это очень сложный технологический процесс. И все эти технологии, они заточены на определенный жанр текста. Мы имеем дело с медиатекстом пока, хотя наши планы, конечно, такие достаточно перспективные. Мы собираемся анализировать и научные тексты. Ну, возможно, что в перспективе и художественные тексты. Анна Владимировна, ну, ближайшие 20 лет мы с Тимофеем можем спать спокойно, что за нас никто ничего писать не видит? Конечно, конечно, такой задачи перед учеными не стоит заменить машиной человека. Мы как раз думаем о том, как человеку помочь. Вот это наша задача. Но ни в коем случае не заменить человека при подготовке текстов. Слава Богу! Ну вот, сервис Политекст разработан в рамках реализации стратегического проекта «Технополис Политех» по программе Минобранауки России «Приоритет 2030». Вот что еще эта программа будет включать? Наш проект включает не только разработку сервиса, он включает также разработку и запуск новых образовательных программ подготовки бакалавров, магистров в области цифровой лингвистики. И здесь я хочу сказать, что Политехнический университет является уникальной междисциплинарной площадкой, потому что мы в сотрудничестве с нашими коллегами из Института компьютерных наук и технологий можем реализовать такие серьезные проекты и в области образования, и в области науки и техники. Какие еще проекты, может быть, на стыке, которые будут интересны, скажем, широкому кругу? Ну, во-первых, мы продолжаем усовершенствовать наш сервис, мы будем работать с другими жанрами, не только с медиатекстами, но с текстами научного содержания. Ну и я думаю, что мы обязательно переключимся на образовательные проекты и будем очень успешно внедрять и цифровые технологии, в том числе в область обучения иностранным языкам. Спасибо вам большое, друзья. Я напомню, что у нас в гостях была доктор педагогических наук, директор Высшей школы лингводидактики и перевода Гуманитарного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Анна Владимировна, спасибо большое. Спасибо большое.